Ну и все, ребята, давайте начинать. Первый доклад у нас от Валерия Робиевского, студия Sniper.com, введение Zenframer 2.0. Привет всем. Как уже сказали Валерия Робиевского, и я расскажу вам немного о второй версии Zenframer. Но сначала маленький вопрос. Так слышно? Да. А, да, хорошо. Маленький вопрос. Кто из вас активно пользуется Zenframer? О, нехорошо. Кто уже успел со второй версией поиграться? Тоже неплохо. А для кого, да, вообще новинку? Ну, нехорошо. Это хорошо, ладно. Ну что ж, начнем немножко с истории. К сожалению, потерял свою подсказочку, где, по каким версиям, что там добавлялось. Ну, это не слой важно, да. В октябре, в 2005 году, это уже достаточно много времени, потому что была первая, теперь уже ежегодная Zencon конференция, там представили ноль первую версию Zenda. Ну, потом накатывались, не накатывались версии понемногу, что там добавляли, что там убирали. Основные изменения пришли в 2009-м уже, это 8-й и 9-й, 1.8-1.9 версия, там после этого, после этой версии активно все начали использовать Zen, да? То есть, если до этого так немного еще, то если этого получше, то что. Десятой, единственной версии, ну, честно говоря, там уже изменений каких-то ключевых не было, как-то все сподавлено. Сама команда Zenda начала активно уже, ну, относительно активно работать над второй версией. Ну, и вот теперь, в октябре, мы уже смогли увидеть первую и вретру второй версии Zen. С чем нас и поздравляем. Так, откуда черпать информацию? Пока официальной документации мало, всего мало, там все так раскидано по сети. Ну, на слайде я, конечно, не смог бы уместить всю-всю-всю информацию, тогда я подумал, скрипал там минимальную страницу. И туда буду по возможности все там, все, что буду находить по Zen.do, подкидывать. Ну, и вы, соответственно, тоже, если что там находите, там пишите, сделаем такую мини-страницу, где будут все ссылочки. Потом может вырастить что-нибудь побольше. Посмотрим. Так, кому надо там все? Стенули? Переход? Да. Окей. Идем далее. Сент-Тимбург первый. Слабые стороны. Куда же без них? Все, если с ним все работали, в принципе, все их поли, и меня так знают. Да, это синкрутованы, везде их кругом, там их использовали, не использовали, там, в общем, хватало их. Много-много-много захоткожных зависимостей прямо в коде. Ну, вот раньше, да, не было такого, ну, как не было, не использовали активно там D-container, все основные уже. Так что таких зависимостей хватало. С производительностью были проблемы, да, там, все знают, сколько по времени тянет устав. С модульностью, кстати, кто работал просто за дом, кто все-таки использовал его модульную систему? Тишина. Нет, есть, есть немного. И как вам модули? Жесть. Жесть, хорошая карминчика. Да, это вообще та жесть. Все свои, все допиливали под себя, все тут что-то там, списали свои велосипеды. Ну, все равно, это было неудобно, это было невызабельно. Модули поделиться толком не было как, ну, и так далее. Да, и еще такая беда первой версии, да, это пропозалы. Кто закидывал пропозалы? Мне есть несколько минут. Чьи пропозалы приняли? О, тут же есть. Ну, более-менее. А за сколько времени есть инсекрет? Сколько веселей? А, ну, это еще более-менее. Я просто видел некоторые пропозалы, которые там по два, три, четыре года даже везде. Да, говорят, пассив есть. Ну, круто вообще, да, вроде бы на халяву сидел, как на халяву. То есть кто-то там посидел, там оформил все это дело, там сделал вход, ну, что-то там не приняли, что-то там не пошло. Но все равно это такая монотонная работенка, да, там даже энтузиазм пропадает после этого. Zen Framework 2. Здесь уже что-то там пробуют все эти детские болезни убрать. Ну, само собой, какая вторая версия без улучшения производительности? Здесь поработали. Так же, как и в Symfony, так и в Design Deer. Хорошо над этим поработали. Сократили время выполнения буздрапа, вообще там все переделали. Ну, что-то переделали, там дальше будем говорить. Само собой, активно все фриморки новые начинают юзать фичи PHP 5.3. Так, хорошо юзать. Не просто для галочки, а действительно. Ну, тем более Zen. Не зря же я мне сам же этот PHP реклепаю. Да, там это контор. Ну и наконец, наконец-то нормальные модули. Более-менее человеческие. Да, и они еще там в тесте разработки много чего добавят, но все же они есть. Кто успел поработать с новыми модулями? Есть несколько человек, это хорошо. Значит, будет прогресс. Такой еще вопрос хотелось заметить. Про контрибьютинг. В первом Zen.de с этим были проблемы. Очень большие проблемы. Сейчас, как бы, Zen уже перешел на Git. Ну, правда, на GitHub он есть, но там не основной репозиторий, только клон. Но он ответится два раза в сутки и без проблем можно закидывать туда под реквест. То есть они все будут принимать и так далее. Но были проблемы. Под реквест закидывали, но их не принимали. Почему не принимали? Кто знает? Кто знает? Нет, там даже проблема была в этом соглашении контрибьютинга. Кто помнит? Ну вот буквально на днях написал, знаете, что все, не будет этого TLA. Т.е. можно просто пулить свои реквесты и они будут приняты. Вам не нужно ничего подписывать, не нужно всякие волокиты, мороки, бирекратии и тому подобного. Это круто. Это реально круто. Возможно, даже благодаря этому Zen.de будет соревноваться уже с Symfony по поводу реквеста. Так, такой немножко сумбранный слайд. Больше инфу, конечно. Перенос проекта с F1 и F2. Ну, я не знаю, конечно, или там для каждого проекта есть смысл для такого перехода. Но если там активно развивается, и да, там в твердость уже ограничения самого Zen.da, и там есть возможность хорошо выделить время на реквестуру и так далее, почему бы и нет. Ну, или там какой-нибудь небольшой проект. Я пробовал перевести, конечно, свои какие-то проекты там. То есть единственный нюанс. Мы работаем с базой не с стандартной Zen.de, а с доктриной. То есть здесь у меня проблем не было. Если там какие-то кардинальные изменения в BD, то здесь я не подскажу. Так вот, особенных таких проблем не возникло при переходе. Да, там в аппликационном управлении все нужно перекинуть по модулях, новую структуру. Но все же, те же контроли. Там код фактически остается тот же самый. Там немного с реквестера вызов поменялся, но это незначительно. Контроли, по идее, должны быть тонкими. То есть там кода не так очень много. А все основное в сервисах, моделях и тому подобное. То есть, в принципе, оно уже к Zen.de не так уж сильно и довязано. Так что переход возможен. Да, namespace и namespace. Само собой, если проект на первом Zen.de без использования namespace, то по переводу можно даже больше времени занять. Конечно, можно заюзать автоперевод, как вот в Zen.de с использованием. Но это уже зависит от структуры самого проекта. То есть, как вы там накостыряли, не накостыряли. Получится ли это вообще автоматизировать. Да, и еще такой нюанс. Буквально вчера в текст-статусе написали, что, в принципе, пока что этих изменений в Zen.de втором не так уж много. Но дальше планируется все больше и больше менять архитектуру. Особенно в новых компонентах. Ну, как новых? Тех, которые пока еще просто перевели на namespace, и особенно там не переписывают. Так что, чем дальше вес, тем, возможно, будет хуже перенести в программе. Это уже уйдет ранее. Так, ну, перенеслись. Да. Ну, но введение Zen. Ну, как бы не на детстве, все-таки все на Zen.de пишут. Да, там это и D-container работают, и ABC переделаны, и активное использование event-менеджеров и так далее. Ну, что, посмотрим, что там. Начнем с event-менеджера. Кто вообще, значит, такой, кто пользовался? Немного есть. Это хорошо тоже. У меня теперь, думаю, и паттерны подписчика, и сам YouTube-сервер, думаю, все знают, да? Все более-менее что-то там где-то там пробовали, даже когда там изучали те же паттерны. То есть они, наверное, везде есть. Ну, там в event-менеджере он, в принципе, реализуется. Самый простой себе паттерн. Также получилось реализовать аспект-ориентированный дизайн. Там дальше будут примеры. То есть в чем фишка? Там до выполнения и после выполнения некоторых методов можно там вставлять с тех же своих модулей свой какой-то функционал. Так, ну, в принципе, основа event-менеджера — это событийно-ориентированная архитектура. Без нее никуда. Event-менеджер уже используется в таких компонентах, как модули, MVC. Ну, в MVC там есть application, и контроль, или плагин, и в сессиях. В сессиях, к сожалению, я еще не успел посмотреть, что там они там прицепили. Но в первых двух они активно используются, и далее посмотрим как. Вот пример, пример, пример. Использование event-менеджеров в MVC. Это метод из стандартного класса вверху. Вот мы можем увидеть, что по дефолту присоединяются к событиям route и dispatch стандартные методы route и dispatch. В чем фишка? В том, что мы можем просто-напросто для самого event-менеджера заменить эти методы на свои. То есть мы код не будем менять, мы просто прицепим свой функционал, если вообще есть такая необходимость. И, например, допустим, это уже там наш обработчик на те же route и на dispatch, там еще целая пачка таких вот методов. Ну или там можно их назвать хуками даже. И это все-таки удобно очень, да? Там, например, прилиять класс через исследование, что-то там менять, добавлять. Ну не то, а здесь погибшицы сделаны. Д-контейнер. Про него уже, в принципе, наверное, и все знают. Он активно обсуждается чуть ли не последних погод, а то и больше. Два остальных компонента зендового д-контейнера — это definition и stand configuration. definition — это описание, а inside configuration — это, даже не знаю, как описать, для самых экземпляровых объектов там передаются параметры, особенно. Ну, в общем, все сдали там по спальню. Так, 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 да. И в самом сенте, грубо говоря, объекция в основном передается, ну, эти зависимости передаются или через конструктор параметром, или через setter. set, request, set, db и так далее и тому подобное. Ну, здесь им попроще. То есть не пришлось заморачиваться со социальным методом. Построение определений — это описание самих зависимостей. В сенте есть такие. Во время выполнения, то есть по требованию они подтягиваются, создаются эти зависимости, создаются сами объекты. Это удобно использовать при разработке, но не очень хорошо для продакшена. То есть оно там долго будет идти, да, там, особенно если аннотации. Но сейчас это все будет парсить. Далее можно скомпилить описание. Добавились, добавился новый класс как сканер, так что он уже был. Он проходит об объектах, сам вытягивает по аннотациям и просто по описанию метода, что там в конструкторе ему надо, какие объекты, какие там центры, какие параметры. Все это закидывает в массив и потом уже, конечно, как бы ее зайдется. Ну и, само собой, в ручной можно все это описать. Так, вот пример использования. К сожалению, много шкода я сюда взбегнуть не мог. Я взял самый простенький пример. Вот у нас есть класс Lister, который в конструкторе принимает файнера. И он ниже тут наш файнер, нашим хитомом кодом. Здесь мы просто создаем деконтейнер, вызываем наш мариат Lister и сразу же к нему автоматически деконтейнер подставляет этот класс. То есть он видит, что в конструкторе он есть, но ничего не описывали, это весь ход фактически. И он сам знает, что его нужно туда запихнуть, и когда мы его там достанем, он проверяет, это действительно то, что у нас есть, и все клево. Больше примеров есть у Ralfa Schindler, как на GitGrab. Там что-то 15, и что там клевых таких подробных примеров, по которым можно понять основную суть, за как вообще работали эти контейнеры в Zendee. Декомендую посмотреть. Интересная книжка. МВЦ-слой. В втором цепи МВЦ-слой это просто настройка от контейнера, ремент-менеджера, HTTP переписанного, ну методы все равносистые остальные цепи, и диспетчер. Также, также, также МВЦ содержит роутеры, класс для подворотов среди окружения и контроли. То есть, фактически, этот новый модуль как раз и обрабатывает наш, ну там к нам пришел запрос, он взял на себя всю эту фишку, предиспатчил с роботом, это подогнал и так далее. Это все они переписали по-новому, удобнее, прикольнее, быстрее работает. Также, из новенького, кроме ActionController, добавился RESTfulController. В чем фишка? В том, что он сам разбирает, какого типа запрос пришел к нам, там, на Gap, Post, Boot и так далее. И, в зависимости от этого, подставляет тот или иной Action. Ну, например, там, на Gap, там, GapList. Если есть идишка, то тот раз просто единичный Gap вытягивает. На Post, естественно, там, Create. Плюс сразу ожидают, что у нас есть какие-то данные в посте. Ну, там, нельзя же не пришли на Create. И код ответа на 202-й, не 200-й. На CruteUpdate, это уже обязательный параметр it, как и DataLater. И свой код ответа, соответственно. Модуль. Вот подошли к нему. В первом, как уже говорили, модули — это жесть. Та еще жесть. Повторно их не заюзаешь. Между собой их не перекинешь, да? Там скопипастить, все отвалится. Ну, короче, кто как писал, тут толком связи нет между модулами. Затраты без травм. Там вообще целая пачка модулей, все они подтягиваются. Хотя, например, один Gapest может использоваться только один-два модуляции. Ну, короче, были такие проблемы. Ну и, само собой, так как не было деконтейнера, в зависимости там было сложно. То есть, например, есть два-три модуля, в одном модуле используется еще какой-то там модуль. Это все оконтожено, это все тяжело тестировать. Были такие проблемы. Ну, а что туда делать? Использовали еще то, чтобы Zen2 с модулями поработали хорошо. Они стали портативные, они стали готовы к повторному использованию. И действительно, ну, можно без проблем… Я так думаю, что все-таки они нормально все это сделают, в дальнейшем. И можно было без проблем, например, с одного проекта перекинуть модуль на второй. И оно нормально подтянется, будет работать. Ну и… Далее, далее, далее. Можно модули упаковывать в фару архивы. Если слышали про тот же Cybex, например, да, там вот с него фактически пошла эта фишка, что запаковали в архив, один файлик у нас есть, и мы его там используем. Так же и с модулями. Их можно запаковать и фактически перекидывать не целую пачку кода тогда, а просто использовать этот архивчик. Управление зависимости появилось. Там дальше еще раз скажу подробнее об этой фишке. Не с зонарными зависимостями, да, там эти контейнеры, а зависимости между модулями, там, версиями PHP и тому подобное. То есть это проверяет и так далее. Само собой поиграли с производительностью. Без этого никуда. Вот пример самого простого ZF-модуля. Просто у нас в папочке модуля наш модуль и файл модуль PHP. В файле фактически ничего нет. То есть блядный только наручный SPACE и класс модуль. Все, он уже готов. Больше простого. Вот уже структура такого более-менее напичканного модуля. То есть с нами самоверца и тому подобные. Как можно видеть отдельно конфиг, отдельно для паблика CSS, CSS, images, JavaScript. Вот то, чего не было вообще в первом зонте. То есть с этим приходилось снова-таки делать в перекостоле. И запихивать там по-своему внутрь модуля, потом как-то это выпихивать в паблик. Здесь это уже все реализовано. В папочке сервис, там будут и контроллеры, и модели, и все остальное. Таб-структура свободная, как хотите, так можно закидывать. Так. И еще у нас внизу три файлика. Второй вот. ClassMob.Function.Register. Это для автоподгрузки самих классов модуля. Чтобы с PHP знал, что где-то там находится, что подгрузить. Вот за счет этого отказов, точнее, от required и тому подобное. За счет этих простых манипуляций, значительно они смогли увеличить произведительность. В самом классе модуля есть такой общий метод, как и нет. Если он есть, ну, как бы не обязательный, но если есть, дизайн-инциализация его вызывает. Сюда желательно не пихать за травмных операций. То есть здесь только самая такая минимальная инциализация. Да, там, autolog, или еще что-то зарегистрировать, какие-то там конфиги подправили. Только самая минимальная необходимая. Потому что этот метод будет вызываться каждый раз. Далее, также необязательный метод pre-config, где можно сконфигурировать наш модуль. И этот метод должен возвращать сразу структурированный объект конфига с нашими настройками. Еще про event manager в модулях. То, что я говорил, там вот немножко того же аспекта ориентированного. Да, вот наш метод init. Нам передался модуль-менеджер. Мы с него притянули наши ивенты. Приоттачили к initBost наш метод, вот ниже, bost init. Что будет? Сначала исполнится init, потом, только после того, как этот init вызывается во всех-всех модулях, после этого сработает диггер и, так как мы повешали события на initBost, то после этого запустится уже наш метод bost init в нашем конкретном модуле. Где-то там можно уже что-то там свои операции какие-то там доделать. То есть, таких вот пунктов там достаточно много они сделали, то нужно без проблем вклиниваться в те или иные процессы самого резонда от запроса до внешнего ответа пользователя. Менеджер зависимости тех доков, которые уже сейчас есть. Я толком ничего про это не нашел, но нашел в коде. Есть такой класс как auto-dependency manager и вот там есть несколько методов. Вот по ходу фактически вот слепил вот так вот, что-то там увидел. Если есть getProviders в нашем модуле, вот в том вот модуле с PHP-файлики, и включено автоподключение модулей, то автоматически сразу, если модуль новенький, вызывается наш auto-install, где уже там какие-то действия по изначальной инсталляции модуля, ну или модуль уже там есть, то тогда auto-outgrade, где-то там что-то облагается и тому подобное. То есть, в принципе, я так думаю, что это еще не доработано, там много подушек в этом классе. В принципе, я думаю, если они эту идею будут развивать, то модули очень легко будут устанавливаться. Скорее всего, есть какой-то там буриль для него придумывает, напишут и так далее. По проверке зависимости тоже, если есть у нас метод getDependencies, который возвращает массивчик, сразу можно проверять или для модуля, там есть PHP нужной версии, там где он обязателен. Есть директива extension, которая может смотреть, или есть установлены необходимые экстеншены самого SPL. Также там в ToDo была директива lib library. Толком пока не знаю, для чего она будет использоваться. Ну и, само собой, также будет проверка на присутствии того или иного модуля. Но, конечно, пока толком точно не скажу, как именно должен быть описан config, чтобы она там стала, там проверяла, есть или нет тот или иной модуль. Но такой как бы есть, она в процессе разработки. Хорошо давно это делают, будем использовать. Вот немного про FA. То есть, паковать модуль вообще почти простого. Командочку, запакование, архивчик, все, готово. Но, есть два нюанса. Само собой это, в принципе, понятно. Такие вот модули, которые будут запакованы в архивах, они не должны ничего писать внутри своей директории. Ну, это логично, там архитектом не попишешь. И есть баг PHP. Нельзя использовать real class и glob внутри вот такого запакованного модуля. Ну, не знаю, там, в принципе, особенно нужно. Нужны эти функции. Но, в принципе, этот баг, возможно, даже и профиксан. Так, ну, в принципе, это все. Так теперь начинается пачка вопросов. Или нет? Есть вопрос. Меня зовут Сергей, у меня такой вопрос. У вас там был слайд по dependency injection к контейнеру, и вы говорили о том, что модами запускать это медленно. А каким образом, что подразумевалась конфигурация контейнера? Имеется ввиду, что во время запуска контейнер пробегается по классам. Создает свою структуру какую-то? Он фактически сканирует все это дело, то есть смотришь. Каждый раз получается не так, что у нас один раз записались, в зависимости от чего, куда, какой класс, какие методы хочет принимать. А каждый раз он это заново, заново, заново попасть. Я не упущу возможность задать интересующий вопрос, может быть не в тему, но чем отличается сервис плокатора dependency injection? Хороший вопрос. Нет, спасибо. Да, чуть-чуть нам Елена не поможет. Сервис плокатора это не деконтейнер. Но в то же время деконтейнер это все-таки сервис плокатор. Сервис плокатор больше знает просто где какой класс лежит. А деконтейнер он еще разруливает вот эти все зависимости. Если подробнее могу передать микрофончик в целые пачки. Если кому интересно, подходите ко мне, я расскажу. Это у нас диндзя деконтейнер. Это у нас деконтейнер. Это у нас деконтейнер. Еще вопрос. А здесь уже много времени. После этого рассказал, да, все. А таратуры? Да. Я хотел спросить по поводу фиширования в Zender 2. Будет ли как-то или все равно чудеса сами писать? Да. Ну, конечно, уже модули компоненты есть. Я в текущей версии задания, в принципе, честно говоря, особо не пробовал. Там уже есть уже фиширование с коробки. Ну, я думаю, по-любому будет. Если нет, то по-любому будут модули. Фиширование с коробки или отдельные. Фиширование сейчас никуда. Вы сказали, что перевели уже какие-то проекты на Zender 2. И оценивали ли вы, насколько выгодно это получилось? Честно говоря, переводил свой, это маленький проект. Не очень большой, да, там большой вопрос не успел. Поэтому точно не скажу, насколько или по производительности там увеличилось, или как. Я не проводил замеры. Но, как минимум, как минимум, все намного более структурировано. Как минимум, приятнее программировать дальше, что-то наполнять. Как минимум, больше возможностей просто-напросто. То есть здесь только так. Просто попробовать или вообще это реально будет? Как минимум. Как минимум. Как минимум. Как минимум. Как минимум. Была проблема с модулями, что использую я в разных модулях один и тот же helper. Мне надо было его либо копировать, либо как-то его там что-то придумывать, чтобы я мог в разных модулях завязать то же самое один и тот же helper. Вьюхерберт имеется в виду? Да, да, да. Реутлавная задача, но. То есть это вопрос более в первом заду. Что здесь они сделали? В принципе, в первом это использовалось без проблем. Просто в конфиге мы, например, указывали, что вот вьюхерберт по такому нервспейсу находится в такой-то бабке, в таком-то модуле. И все, мы без проблем использовали его в любом из модулей. Но модуль тогда теряет портюмы сразу. Почему? Потому что я забрал модуль, куда-то забрал его, а остался там, где вы забрали. А, ну вот это есть, да. Это уже зависимость от конкретного модуля. Вот в первой версии не было такого. Во второй версии у нас уже есть какие-то там начатные инструменты, что мы можем написать, что вот наш модуль зависит от того, от того. Возможно, он дальше даже делает, что там не конкретные модули, а какие-то там компоненты, я не знаю. То есть да, раньше такая проблема была, сейчас это будет описываться самими зависимости от модуля. И еще один вопрос по класс-маппингу. То есть там, где написали автолога, насколько я понимаю. Немного деталей немножко рассказать. Это все сводится к тому, что класс напрямую связан с файлом, в котором он есть, правильно? Или как это делается? То есть это уже не автологинг, это просто прямая связь, как бы, с файлом. Да, в идеале, конечно, показать код. Вот помните, те три файлика внизу? Автолог, класс-мапп, редистор, функшн. Редистор просто регистрирует нашу функцию. В функции описано все-навсего подключение этого класс-мапа. По папке класс-маппе наперед сгенерированной, там вроде даже скрипт есть, который генерирует по модуле или по присылке. Сгенерированный большой массивчик, в котором сам класс, там все время класса, и прямой путь, где он находится. То есть в талоне у нас каждый раз мешали, по папках ищут, где там же наш этот класс. То есть где-то есть ключи? Да, просто сразу вытянул с массива ключ, подтянул класс и все. Такая вот простая вещь, а реально подняла производительность. В принципе, такая фишка, если кто-то использовал Synchon, тоже там используется. И есть, в принципе, механизмы построения автоматически? Там какой-то скриптик есть, но, честно говоря, я его не запускал. Поэтому не скажу. Ну да, я не думаю, что это вручную, будут все сидеть в процессе. Да, да, да. Тоже питание, в другом тайморку уже появится, уже там, ну, какие-то чуть подвинутые, что и генератор моделей, там, допустят данных и так далее. Какие вещи появляются на продукты? Надеюсь, что да. Не знаю то, что насчет моделей. Вот недавно поглядывал презентацию ZenCon. Презентация была по ZenCode, по генератору, самому слову, так. И презентация называлась «SkyNet in the M2». То есть, ну, не зря же так назвали. Честно говоря, я не успел еще все посмотреть. То есть, в принципе, если поверить названию презентации, то они все-таки планируют действительно сделать там все эти генераторы, чтобы, ну, тот же самый код, да, не писать там по тысячу раз. Тем более, есть хороший пример в той же Symfony, там, генерируется практически там за несколько секунд. Если даже сами ZenCode не сделают. Я думаю, по-любому будут модули. Есть хорошая структура для модули. Хороший постучал. Почему бы и не делать? Я еще один вопрос спрошу. Может, на него нет ответа, но... А есть ли какие-то планы дальнейшего развития ZenCode Framework 2? Сейчас вывезли, что такое первое бета. Есть ли какие-то планы, когда победителем будет бета-2 или файл адрес? То есть, есть ли какие-то информации? Не скажу, не нахватил. Снова-таки, вот по той ссылочке, что я там наставлял, если я что-то там увижу, да, я сразу там помещу. Но, что точно знаю, что они решили максимум раз в 6 недель выпускать версию. Ага, они пришли уже на такой... Да, 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 то есть все-таки ускоряются. Хорошо, ускоряются. Тем более, вот они сейчас, как они на битхабе, они принимают бурли-квесты без... этот... contributing... License agreement. Да, 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 да. То, я думаю, все это ускорится. Ускорится и будем получать более ступеней. Да, да, да. Спасибо. Меня зовут Александр. Хотел спросить насчет зенда второго и доктрины второго. То есть, ходили слухи, что это будет как бы сразу же интегрированный продукт. То есть, мне придется потом вот это что-то придумать, прикручивать, использовать какие-то сторонние, не знаю, скрипты, методы. То есть, есть насчет этого информация? Информация есть. Я скажу даже больше, что в их официальном вики где-то я там встречал даже или пропозали, или обсуждение этого, где было расписано, что должно быть, как оно там будет работать более-менее. Ну, я не знаю, или есть какой-то прогресс, или это наконец-то станет. Но даже сейчас я нашел модуль уже для новой структуры ZF2, для модулей, который интегрирует тектрину вторую и ZF2. Без проблем уже модуль есть. Ага, спасибо. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо, Валерий, за доклад. Надо обязательно попробовать в действии ZF2. Хотел спросить, что обстоит как в классе с юнит-тестированием? Были ли введены какие-нибудь изменения в классовую модель, которую Zen-то доставлял для тестирования? И пробовали ли вы писать им тесты на ZF2? Я второго еще не пробовал. Пока никаких сообщений по второму результату насчет тестов тоже не видел, поэтому там точно не скажу. Но появился деконтейнер, появились event-менеджеры, то есть сам код станет более тестируемый, более разделенный, поэтому, я думаю, все станет получше. Насчет того, где добавят они какие-то инструменты, пока ничего не могу сказать. Ну и namespace тоже довольно-таки должен помочь. Спасибо. Пожалуйста. Передайте там, пожалуйста. Еще вопрос. У меня еще вопрос. Там тоже были такие слухи о том, что симфонин-интерфейсы будут поддерживаться в какой-то степени. В частности, был, конечно, разговор о BI-контейнере, да? Очевидно. Видимо, это были даже сделаны. Тоже слышал, тоже где-то видел, но точно не скажу. Я даже слышал такое, я, возможно, даже читал, тоже не вспомню, что планируется сделать как-то модуль, можно было использовать симфони, симфонин-интерфейсы, но, я не знаю, это может просто утка, может просто там где-то там там что-то сказал, но, возможно, теоретически, как минимум, склепаются какие-то там, не конвертеры, а адаптеры или так. То есть, что мы модуль закидываем, через адаптер используем, может что-то такое будет, но, наравне с вами. А можно вернуться к плакату о Dependency Manager? Можно, сейчас попробуем найти. Ну, там, где был пример кода, нет? Вот это вот конфигурация, которая указана, она дает возможность просто проверить перед запуском скрипта, что должно быть, или как это работает? Можно поподробнее? Я не думаю, что она будет проверять каждый раз, когда дергается модуль, то есть, оно все-таки будет проверяться больше, когда модуль там или инсталлируется, или обновляется. Точно пока не скажу, какой именно там механизм будет. А у нас тогда вообще многое будет, да? Не-не-не, ну, как бы, есть, у нас есть, уже есть возможность в нашем модуле создавать метод там больше, да? Там описывать какие-то там нюансы. Просто тогда, когда он будет что-то запускать, где-то или такие, он будет проверять, или модуль вообще там попадает под зависимость, или все есть, там, все essentially установлены, все модули тоже в наличии. То есть этот класс пока есть в тудушках, пока забавляется, в токах нет. Я конкретно не скажу, как именно будет работать, но уже есть какой потенциал, что он не сделает. Спасибо. Ещё один вопрос. Будет ли или может быть зареализован такой механизм, как поведение? Ну, это поведение, это как бы... Умножительное наследование, перемена, поведение? В самом деле, там PHP 4, 5 и 4, это что-то мы в этом направлении делаем, но в самом самом деле не встречал. В принципе, множественное наследование... Это не множественное наследование, поведение, просто механизм, который как бы позволяет не использовать множественное наследование, но... есть event manager, через него ставят закупки. Я думаю, это намного более подходящий вариант. То есть и по функционалу тоже самое. Спасибо. Но там образовывает наш функционал с другого класса. Спасибо. Я хочу, пользуясь случаем, передать передачу. Вот, у меня вопрос не до кладчика, а выше к залу. Я хочу, чтобы подняли руки тех, кто разрабатывает или поддерживает большой сложный проект на первом зонде. Раз, два... Вот, хорошо, держите, держите, держите. Хорошо, я буду делать. Теперь я хочу, чтобы остались те руки, которые готовы рискнуть перейти на второй. Спасибо большое. Спасибо. 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 У вас, ваше другое, есть. Маленький, разрешаю зад вопрос. Хотя бы примерная оценка прироста производительности. Ну так, грубо говоря, проще всего много. Примерно я не проверял по цифрах, но во всех презентациях от самих мейтенеров всегда. Они пишут, что это very very fast. Это фактор. Ну, так знаю, архитектуру первого сандала, если бы это повадить по второму, я думаю, что несколько раз, не в полтора раза, там на порядок. Ну, да, ну, смотрите, хорошо уж делать тут срапа в конце дня. Вы, значит, в самом деле, там даже есть решение, что тут срапа будет открывать раз, потом вы даже не ездите, да, но там, и выполняется только там контроллеры, экшнеры и так далее. Там же не было очень, что бы даже не было. Сейчас от этого немного ушли, немного все упустили, плюс для модулей сделали линию, как разутся. Ну, как, ну, изначально берется только самое необходимое, а уже потом, при необходимости, там, подтягиваются зубные контуации. Ну, какие-то цифры не скажут. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Сразу несколько вопросов с вами на уроках. Первое, по объему, собственно, по размеру, собственно, до второго, касаемо с первым. Кстати, я когда не подумал посмотреть по объему, по количеству планов и так далее. Я говорю, вы почистили в нем лишний кудр или что-то такое? Такие почистили, как минимум, в первом сайте, в каждом классе дублировался функционал, там, set, option, get, option, да, на стоке. Они в этом, в втором сайте, все это вынесли отдельно, просто подключают, используют один. Минимум, за счет этого уже уменьшилось. Далее переписали, там, часть функционала, за юзерный нетспейс, уже должно, грубо говоря, стать поменьше 20 тысяч. Ну, и все-таки функционал новый добавился, поэтому, возможно, оно уравнялось так. Зент, он уже изначально разбит уже на целую пачку отдельных компонентов. То есть, симпо не только у второй версии так сделало, а там отдельные компоненты, которые можно использовать без самого симпоста. Зентай, это тоже хэбэдерс. То есть, если там нужно использовать весь зент, я не думаю, что там, 5-10 мегабайт, там, прям, что-то упирается, да, там, место находится в черта фига. Если нужно, там, использовать вообще по минимуму, можно подключить, то есть, там, два-три компонента необходимых и использовать только их, соответственно, по размеру, там, минимум. Хорошо. Следующий вопрос. У ДУЦентра. В основном сфере работы с множеством поставок. А с трудных дел? С базами трудных, с функционалом самого здания и в первом так работал. Относительно, там, один проект, что-то там... Завязывается чисто под маски. У нас обычно используется эта КРИНА. То есть, все, что поддерживает ЭКРИНА, что первое, что уже второе, вот, если у нас надо будет, да, то, как бы, соответственно, будет поддерживать, ну, грубо говоря, наше приложение на земле. То есть, мы не работали так активно с ЭКРИНА. Я, на этаже второй версии не углубялся на этих компонент. В принципе, он еще, наверно, там, толком не переделан, только там, эспайсы, там, и так далее. Так как я не в курсе, как было там, ну, особенно, насчет костылей и нюансов первым. Я знаю некоторые, но это не то. Здесь я не подскажу. И последнее у нас, коротко, по поводу сессии. Там была у вас презентация? Да-да-да. Но, как я сказал, сессии еще не насык точно там. Не переделались, но такие, на использование Event Manager. Что-то там должно было улучиться. Помню первые презентации еще, там, в мае, по авансу зенда второго. Они там отоминали, что отойдут от стандартных сессий, в принципе. В том плане, что стандартный PHP функционал, он немного там, особенно на больших проектах, ну, костыльных получается. Они изначально что-то там уже задумали. Не знаю, там доделать это или нет. От этого немного уйти. Но какую сторону, снова ты тут, я пока не в курсе. То есть, снова-таки, в документации пока-то это полная тишина. Значит, компонент еще далеко не досписан. И Афии не окончательно. Здравствуйте. А вот сейчас очень популярна тема блоков. Насколько я вот проскалывал твоей информацией, что зен что-то тоже там предлагает размещать в облаке. То ли он предлагает размещать сам фреймборк, и как так ему могут подключаться, то ли какие-то другие возможности. Вы еще не слышали про такие, наверное? Единственное, что слышал, там есть компоненты для работы с облаками, но как и и чем он там работает? Нет, ну не в самом всем, не как зен фреймборк работать с облаками, а именно то, что... Несколько часов. Ну вот они что-то предлагают, что типа, что либо они сейчас пока что есть поддержка, они помогают просто создать облако, да, собственное, и там какие-то свои там зен-серверы, там что-то еще они предлагают. Ну вот проходила такая вот шок, что может быть и сам фреймборк будет в каком-то общем облаке находиться. Я понял идею. Не забудьте напишите мне куда-нибудь на ММН, так я поищу, мне самого даже интересно. И если что-то найду, на то есть у меня, что-то там было где-то там сладко, сразу там в таком реакции, что я пойду какую-то информацию и буду так-то собирать. Потому что все где-то что-то там слышали, а потом она теряется, забывается. Еще вопросы? Добрый день, спасибо большое за интересный доклад. Действительно, а у меня такой вопрос. Скажем, вот версия 5.0 для в качестве требований к ZF2, она зафиксирована или в каком-то релизе можно ожидать, например, 5.4? Это уже как звали. Ну да, ZF3 это, конечно, там уже будет 6. Сейчас и, блин, не только, да, так как активизировал заводку, но и сам PHP, то есть, да, там 5.0. Поэтому и релизы... Не планируют релизы, как бы... Возможно, возможно. Если PHP будет сохранять тот же темп, то я думаю, это даже будет на руку, что они все-таки там через... Ну, я не думаю, что это там произойдет через полгода даже, это будет минимум, как минимум, что они там сделают что-нибудь там с каким-то конкретным использованием в питче 5.4, это даже будет плюс. Безусловно. Безусловно. Поэтому есть... Ну, точно не знаю, понятно. Спасибо. Такой вопрос. Вы говорили о таком нововведении, как это событий на ориентированное программирование. Можно, пожалуйста, какие-то конкретные примеры, как можно это эффективно применять и похоже ли это что-то на тот же новомодный NGS или я что-то неправильно понял? Нет, не похоже. Ну, вот минимальный пример. То есть, снова-таки, на слайдах просто много кода. Ну, нет, как с золотых комплектом. Я такой просто маленький пример взял. У нас есть модуль. У нас есть... Действия там нет просто. И отпускай там нет. Таких действий по самому СНДу есть очень много. То есть, как я там в предыдущих слайдах еще показывал, даже при диспатчинге, там можно поставить свои роуты. То есть, снова-таки, они заменяются не через исследование там и постановку своего класса, а просто через замену... Через замену самому это, наверное, в менеджере. Ну, то есть, там используется не стандартная функция, а там она наша уже сторонняя. То есть, в этом, в принципе, да. Сложно сейчас показать без кода, в чем плюс, в чем минус здесь используется. Поэтому давайте напишите мне ММР. Я подберусь на вот эти примеры. Мне не жалко будет. Окей, спасибо. Ну, вот здесь более-менее должно быть понятно. У нас, в принципе, да, спасибо. Запускай, запускай. Ну, еще есть смелые... Ему нет. Я думаю, я так смогу, да. Вопрос. Вы говорите, используете доктрин, да, все время вместо ZMDB. А почему так? В чем корневая причина? Она реально удобная. Удобно, да? Удобно я... Есть какие-то конкретные преимущества, да? Удобно, но быстрее, банально, там, разрабатывали. Написали, написали, все потянуло. Там много сразу цена готового. Готового. Очень гибкие. Меньше приколов, чем ZMDB. Особенно первая версия. Ну, не знаю, там, у нас сегодня есть проект. Но там, действительно, констеревник от времени вылазит. Банально через ограничение от самого замедлили. В ZMDB приколов нет. Снова-таки вторая катерина. В сравнении с первой. Вообще, там, супер-пупер, можно сказать, да? То, я не знаю, это анализает, все-таки, Татьяне, Татьяне, до того же уровня. Ну, просто, они, действительно, очень круто сделали свой катерин. Потом, ну, там, целая пачка преимущества, описана, словно-таки, в самих блоках, в пачке статей. То есть, эта уже тема давно расписана. Даже тот же Symfony использует сразу второй катерин. Спасибо. Спасибо, Андрей. Скажите, мне не совсем, как бы, понятно, что такое события во втором Symfony framework. Допустим, для примера, стандартный какой-то запрос идет, да? Что, ну, какие могут быть события, допустим? Как они назначаются, когда они выполняются? Ну, вот. Хотел бы я на выбор успеха. Потому что мы, допустим, в работе предметы на канал, на такое событие в тронусе все непонятно. Спасибо. Валерия, про рендерер. В контроле же рендерер сделаем. В view-рендерер можно прикрыть. Да, диспатчер. Раньше интерфейс инжекшн был. Теперь подключаешься, это Observer pattern и все. Вместо... Не-не, я думаю, там что-нибудь снову будет попроще. Роуд тоже самое. Пускай будет диспатчик. Нам приходит запрос, да, там ввали какой-то адрес. У нас в этом адресу вызывается наш экшн. Мы можем без проблем выполнить код до этого экшн и после этого экшн. Просто степьюшись на какие-то там хуки, вот эти события. То есть мы подписались на, там, например, экшн, пер-экшн пост. И когда экшн перед выполнением экшна этот рендерер смотрит, кто подписался, выполняет все, кто подписался. То есть это может быть даже не один модуль, несколько. Также после выполнения экшн смотрит, кто подписался на конкретные события и, соответственно, выполняет тот или иной функционал. Там даже вот подсказывают. Вернет-менеджеры заценили такую фишку, как тот же Шмидт-трейнер. То есть мы, например, с контроллера отдали какие-то данные, они все в варианте в вернет-менеджер. Мы потом, когда контроллер уже отдал свои данные на модуль, с другим возможным функционалом тот взял, да? Перекватываем эти события, там, по своих именах, и можем из модуля чего-то погонять контент задать. То есть фактически мы можем изменять функционал, не трогая код, ну, там, или сам код из коробки, и другого модуля, там, не трогая, с другого плана. Спасибо. Если можно знакомы с функционалами, с техническими функционалами подкурки, там, при ворках некоторые используются в тех же же CMS-ках, то более-менее возможно понятно будет. То есть, по сути, будут какие-то стандартные события, правильно? Они уже есть, да. Стандартные события, плюс можно в своих модулях создавать свои события, да? И, например, другие модули смогут, не изменяя год вашего модуля, там, на эти события добавлять свой функционал, и, соответственно, там, или подменять вообще логику работы, или дополнять, или, ну, там, веб-от можно их менять, и, ну, так далее. То есть там функционала, ну, не функционала, а возможностей реализации очень много. Немножко дополнительный вопрос. То есть, по сути, в принципе, система серверов работает как наши авторизованные? Я не очень в курсе, как наши авторизованные, но, в принципе, и, ну, просто то, что вы выиграли, вы объясняете, то, в принципе, тот, когда делает нажима. Ну, это общая плата, по сути, он вести будет более-менее похож, только там реализацией можно отличаться. Еще, 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 пару вопросов, потому что чуть не готов к играть. Может, кто-то пригодящий хочет передать. Меня зовут Альтина. Скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с исключениями трансэнфер-класса? Этим хорошо поработали, причем поработали в первую очередь, если правильно помню, или постельным спейсом, или даже донимспейсом, заюзали из того, что все новые исключения и с PHP 5.3, там, да, там, аргументы исключения есть, и сюда, и так далее. То есть, в этом плане, в сравнении с первым, плюс большой. Также где-то одна статья, знаете, уже старая статья, когда ее еще перерабатывали, то есть он там хорошо так расписывает, почему, в принципе, до этого исключения использовались не совсем корректно, не совсем правильно, и почему вот в PHP добавили те вот новые исключения, и как теперь по-новому использовать? Я точно там не вспомню, да, там что-то по полочках расположить, ну, можно представить статью, там, в логике эти, книжка Спаслевич. Если что, пишите нам в голову, он сейчас снимал. Да, да, да. Пишите все вопросы, а то там только раз, сам еще поищу много дисциплинового, узнаю, и, соответственно, там, с таких вот вопросов, хороших, ну, будет, одна, вторая статья, там, и так далее, да? Будет стимул как-то написать, а то все руки не доходят. Еще? Да. Попросит? Принесает. Отлично. Чем это тимпом? Может, с места сможем? Только далеко. У меня вопрос по поводу скажите, про этот метод отдач, который мы используем для добавления нашего города Листнера. Он перекрывает все существующие, или просто добавляет его? Добавляет, не перекрывает. Там есть какие-то возможности расправлять приоритеты, то есть, кто там быстрее, ну, кто там первой выполнится, кто второй там. То есть, можно скрывать. То есть, он не перекрывает, ни в коем случае. Если события будут повторяться в системе, то есть, мой модуль будет диспатчен события, которые здесь не скажу, не проверял, не пробовал. Скорее всего... События не подпишутся на одно и то же события. То есть, если одно событие, одноименное событие двух модулях, то оно и там, и там. Но оно дергнет их обои. Ну, в принципе, да. Ну, по идее, чтобы не было такого, чтобы не конкреттовали эти события, то просто-напросто в модулях и сам Zen подкинем какую-нибудь структуру, чтобы сначала не скрыть модуль, а потом конкретно события и так далее. То, что конкретно не будет. Если же события, там, стандартные, то без проблем можно, значит, использовать в разных модулях, а не эти, если они такие общие. Вот, отлично. Поставили клиент. Ещё вопрос. Там же департамент сен-дирекшн, да? То есть, как это реализовано? Это сен-клутон? То есть, каким образом я могу получить инфинанс, чтобы в дальнейшем получать нужный момент? Чтобы получить объект, объект надо создать. Всё верно, да. Я просто сейчас задумался, как они там в контроллерах реализовали эту фишку. То есть, или там где-то создается в общей департаменте, потом просто контроллеры передаётся, или всё-таки, как для нас, вот сен-экшн не нужно создать. А здесь не спорят, честно говоря. Ага. Ну, то есть, скорее всего, это прописаны функции во всех необходимых классах, типа контроллер, там, может быть, какой-нибудь. Насколько я помню, например, в симпроме, да, там в экшн-экфер, да, передаётся этот вопрос департаменте, мы им в этом используем. То есть, он один-один на эстрайке. Я думаю, что здесь тоже должно быть что-нибудь на это. А ситуация с хелкерами, которые автоматически погружаются, как-то тоже через этот контейнер происходит это? YouCrowper Action Helper? Или остался старый механизм? Вроде как старый, там, слагер брокера переписан. Не то, что вообще старый, а переделок переписан, и громово, где-то не помню, что происходит. То есть, не просто переписали, если там что-то ещё добавили, потому-то ещё заделываются, там, университетов, можно там просто, типа, сэрли 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 сэрли, но переделок, не такой выбрать. Посмотрите, старый, но там, по-тормаку. Особенно с ViewCrow. Спасибо. Сейчас кто-то может. Угдоб расскажет. Есть вопрос? Нет, спасибо. А, да. Посмотрите. Почему? По поводу связанности компонентов с ZEN, то есть, в первом, то есть, они были довольно глобально связаны. Потом я смотрел, они позакидывали всё в папки, там, то есть, ZEN, View, View, то есть, но в то же время, они всё равно, там, через Use, они слишком, то есть, конфиг всё время, если options есть, сразу, значит, передаем конфиг и так далее. То есть, как это, по второму, все дела связаны? Ну, как связаны? Они те, которые не должны быть связаны, они, в принципе, не связаны. которые используют, например, тот же, функционал, там, с усмокой конфигурированием, да, то есть, его же они будут пихать в каждый класс, чтобы, там, не зависеть от слова. Ну, то есть, раз написали функционал, и всё, потом, само собой, есть связаны. Ну, exception, они, допустим, в каждый засунули, то есть, у каждого компонента свой exception. Exception, да. А вот, допустим, я zentmail хочу использовать, то есть, как мне узнать, что к нему ещё надо быть данным? Насколько я помню, там даже для первой версии была какая-то, там, онлайн-утилита, которая, там, заварила, ну, здесь, в принципе, я думаю, это так же. Возможно, что... Нет, я не думаю, что там будет ничего. А, вот там всё, подказывает будет менеджер пакета, он сам будет разруливать лотов старый, с лотовичного нужно ещё тот же поприток и будет это подтягивать. Также через PIR, не сделаем. PIR, так же. PIR пакета уже был. То есть, можно через PIR пакеты подтянуть необходимый, да? Через PIR пакеты можно будет подтянуть необходимый кусок функционала? Через PIR, что не скажем, но через PIR, да, вот это через PIR сроки тоже можно будет, а у меня ещё вопрос к организаторам. А с Wi-Fi как-то ситуация поменяется? в нем нередчим незапородненный деликд, в нем у меня сюда был. В нем не еще на втором Вы там сказали, что сначала проходит по всем модулям, а потом по всем документам подписано. У меня просто вопрос возникнет. Это же по всем модулям, которые проходят с химиком, а люди, которые не должны использоваться при данном запросе. Смотрите, там метод и низ, он должен быть очень легким. То есть там не должно быть никакого сложного... То есть он называется у всех методов? У всех моделей, да, только и не. Все, понятно. То есть там и подписчики потянулись, и еще что-то надо, а уже потом, потом, если нужно, наполняется много людей. Спасибо. Туда нужно, что-то надо, заделить микрофон, мне забирать. Все, давайте начнем с первого кофипауза. Тур anybody pra с accident, то что остается? Все,ажи... Аплодисменты от